Медиа-служение «Слово Благодати» представляет Беседы с пастором Специальный выпуск Дорогие друзья, программа «Библия говорит» еженедельно получает десятки ваших вопросов. По возможности мы стараемся ответить каждому из вас. Сегодня мы зададим пастору Алексею Коломитцеву сразу несколько ваших вопросов. Пастор Алексей, один из наших слушателей задал довольно любопытный вопрос. Можно ли молиться Богу о победе в футбольных матчах и поражении команд соперников? Можно молиться обо всем, что есть на сердце у человека, вопрос только, будет ли от этого польза. Священное Писание ясно говорит о том, что нам нужно молиться о том, что соответствует воле Господней. Вот в 1-м послании Иоанна, в 5-й главе мы читаем, и вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. И вот здесь достаточно сложно определить, какова же воля Божия, чтобы кто-то выиграл или не выиграл, или вообще, чтобы они занимались этим сейчас, или, может быть, занимались чем-то другим. Поэтому я был бы очень осторожен в том, чтобы использовать имя Господне и тем более молитву в подобных ситуациях. Спасибо, пастор Алексей. Спрашивает наш слушатель Артем. Скажите, как у Христа получалось проповедовать на большое скопление людей без микрофона и усилительных колонок? Это достаточно распространенная практика, которую мы встречаем не только во время Иисуса Христа, но даже во время проповедников, которые жили в 19-м, 17-м, 18-м веках. Большие здания, большие церкви, и люди проповедовали огромного количества. Например, Спержин в своей церкви проповедовал до 10 тысяч людей. Конечно, для этого нужны были хорошие легкие, большая грудная клетка. Он даже не брал к себе в библейский колледж студентов с маленькой грудной клеткой именно по этой причине. Когда Иисус проповедовал, то часто Он проповедовал на склонах холма у озера, где естественная акустика позволяла Его голосу звучать достаточно громко. Этим, скорее всего, и объясняется способность донести слово до большого количества людей. Спасибо. Я надеюсь, Артем получил ответ на свой вопрос. Нам пишет мальчик Никита. Мне 14 лет, я подросток христианин, и у меня много свободного времени, несмотря на учебу и времени, уже уделяемого Богу. Я смотрю детские мультики, такие как «Маша и медведь», «My little pony» и так далее. Скажите, можно ли взрослому христианину смотреть детские мультики? Ну, если в 14 лет считать, что уже взрослый христианин, то, наверное, нужно подойти к этому вопросу по-взрослому. У нас действительно есть время для всего, всему свое время. Есть время для работы, есть время для отдыха, есть время для духовного питания, есть время для того, чтобы человек мог просто развиваться. И вот это развитие, оно приходит с разных сторон. Когда мы читаем какую-то литературу, иногда смотрим фильмы, хотя мне кажется, что фильмы в меньшей степени помогают в этом плане, все несет в себе какое-то зерно. И поэтому нужно задать вопрос, что же принесет в мое сознание то или иное действие, и когда мы говорим о фильмах или мультфильмах и так далее. Даже когда речь идет о простом досуге, о простом невинном развлечении, но все равно имеет под собой какую-то идею. Нужно посмотреть, какая идея в этом произведении, что она мне поможет увидеть ярче. Вот второй аспект, который очень важен здесь, посмотреть, каким образом вот эти все весь наш досуг, он помогает мне развиваться в общем как личности. Если это время проводится впустую, если оно бесполезно, если оно мне ничего не дает, или тем более оно вредит мне, то тогда, наверное, нужно найти что-то лучшее. Может быть, какую-то книгу почитать, может быть, какие-то другие фильмы посмотреть, которые в действительности могут дать душе и личности что-то, что соответствует Божьим принципу. Спасибо, пастор Алексей. Спрашивает Софи, ей 11 лет. «Бытует мнение, что Толкин был верующим человеком. Можно ли читать его книги? Читать интересно, но вызывает опасения субкультура, которая возникла благодаря его произведениям?» Достаточно глубокий вопрос для 11-летней. Толкин в действительности был верующим человеком, ну, католиком. Вот со всеми теми атрибутами он был достаточно таким посвященным католикам, известным как католик. Вот, поэтому в его произведениях и присутствует ярко выраженная идея добра, борьбы добра и зла. Конечно, он писатель-фантаст, и здесь все, что связано с этим жанром, присутствует. Поэтому, когда мы подходим к его книгам или фильмам, снятым на основе его произведений, то нужно помнить, что мы имеем дело с выдуманным миром, вымышленным миром, это фантастический мир, через который показываются идеи борьбы добра и зла. Вот, в принципе, главное понимание этого вопроса. Здесь, правда, возникает несколько проблем. Дело в том, что, ну, во-первых, образы Толкина настолько яркие, и произведения, которые сняты, фильмы, которые сняты по его произведениям, они настолько впечатляющие, что в современной культуре, которая очень сильно охвачена оккультизмом, разным, что значит оккультизм? Оккультизм — это когда вот эта грань между воображаемым и реальным стирается. Оккультизм — это увлеченность духовным, злым, нечистым, отрицательным миром. И сегодня мы видим, как оно все больше и больше входит в мейнстрим, или, так скажем, просачивается в общество. Кстати, отчасти посредством разных фильмов или же других каких-то произведений, вот, литературы или массовых произведений, произведений искусства. Так вот, когда у человека стираются грани, вот тогда увлечение, чтение или же просмотр фильмов, снятым по этой тематике, может быть опасным. Он может просто вовлекать человека во всю эту нечистую кухню. Вот. Если же человек подходит к этим произведениям, понимая, что это вымышленный мир, и он видит, что оно не влияет на него, на его психику, оно не влияет на его духовный мир, то об этом, может быть, нет ничего страшного. Спасибо. Можно ли создать свой христианский видеоблог? Это интересуется Евгений. А почему бы и нет? Конечно. Видеоблог – это возможность говорить истину людям. Если его будут смотреть, то это хорошая возможность для того, чтобы эту истину доносить до многих и многих. Хорошо. Пусть Евгений создает. Спрашивает наш слушатель Михаил. Может ли христианин участвовать в проверенном розыгрыше призов? Допустим, таких, как бытовая техника или смартфон. Что значит проверенный? Я думаю, что, вероятно, это означает то, что эта компания действительно позволяет своим участникам выиграть. Когда мы говорим о любом розыгрыше, то этот розыгрыш имеет две стороны. И если человек хочет что-то приобрести у этой компании, и эта компания, как бы поощряя его покупку, она говорит о том, что мы еще вам можем и дать такую льготу, что, может быть, что-то вы еще дополнительное получите. Вот это одно дело. И другое дело, когда мы видим вот в чем-то подобном лотерею, вот тогда нужно смотреть. Если мы видим в этом лотерею, что значит лотерея? Это значит, что мы вкладываем немножко денег для того, чтобы получить какой-то большой и дорогой подарок, приз. И вот здесь нужно смотреть, а для чего эта лотерея? Куда пойдут эти деньги? То есть фактически ты этим явно спонсируешь что-то. Когда мы говорим о лотереях вообще, то чаще всего где-то 90% всего того, что собрано, уходит на ту организацию, которая это организовала. И только 8-10% уходит на призы. Вот по этой причине ты становишься явным соучастником того, чем занимается эта компания. То есть если эта компания вызывает вас доверие, и вы хотите поддержать то, что они делают, да, вы можете стать таким соучастником. Есть здесь, правда, еще третий элемент. Это элемент азартных игр. Ну чаще всего, наверное, когда речь идет о розыгрыше призов, то он, наверное, немножко дальше этот элемент. Но когда там речь идет об азартных играх, вот там тогда еще одна опасность становится. Потому что человек, он фактически ставит себя на грань того, что из желания получить прибыль, он может потратить намного больше, чем эта прибыль вообще ему даст. Азарт ослепляет. И поэтому участники этих игр очень часто становятся бедными. Да, спасибо. Спрашивает Дима. Является ли безграмотность грехом? Что Библия говорит об этом? Бог нашел меня в этом мире, когда мне было уже 23 года. В школе я учился плохо. И тяги к знаниям никогда особо не было. Сейчас я, конечно, пытаюсь наверстать упущенное, но в моей жизни так же присутствует и неграмотность. Грех ли безграмотность? Когда мы говорим о грехе, грех – это нарушение Божьей воли. И Божья воля о каждом из нас, она касается того периода жизни, в котором мы находимся. И когда мы говорим о периоде жизни в 23 года или еще какой-то период жизни, человек приходит к Богу, и он понимает, что он хочет Богу служить. И вот в данном случае он должен делать все то, что он может, для того, чтобы служить Богу как можно эффективнее. Если для этого нужно учиться, значит, нужно учиться. Если для того, чтобы ты мог быть полезным Господу, не обязательно какое-то высшее образование или какие-то стадии более высокого образования, то здесь нет ничего страшного, потому что у каждого человека свои возможности. Главное, чтобы было сердце искренне, главное, чтобы было желание познавать Господа. Конечно же, чем больше человек может читать, тем яснее для него будет Слово Божие, или же он будет зависеть от тех, кто будет объяснять ему это Слово Божие. Но, в общем, это две совершенно разных грани, когда мы говорим о сердце, служащем Христу, и уровне образования человека. Пастор Алексей, спасибо за ваши ответы. На сегодня у нас это все. Дорогие друзья, спасибо за ваши вопросы и пожелания. Мы делаем все возможное, чтобы ответить каждому из вас. Да благословит вас Бог. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok